приветствую всех всегда на канале сегодня выбрался в лес пособирать грибы уже у нас около 7 вечера находимся на юге беларуси с одежды на мне только штаны кеды и шапка уже вечерее когда движется так нормально останавливаясь все то комары начинают грызть так что будем постоянно в движении искать грибочки на буграх сухо сильная пробег нигде ничего нема это выбрался к болоту болото уже начинается вот у нас и вот в этой низине вашим первого рыба что за таки подберозовик а бабоку беларуси у нас называют ай комары кусаются просил старый видно запах конечно обалденный лесных рыб ну брать не будем выбросили шел я так по лесу погулять по буграх побегать немного по горах лесных ну хотел лисичку пособирать лисички не видно суш кругом так что цель поездки у нас в основном то не грибы а лишь бы побегать по лесу ну если что попадет все так заберем конечно съедобное нормальное у нас старые дороги идут по лесу уже году наверно 15 ими никто не пользуется даже не дороги так просеки более это у нас под осинами крепкий заберем если нормальный не царевилы рыбы я рву с корнем чтобы не оставлять у грибницы загнивать ай корышка но этот видно целый так крепкий то под осиновик у нас по местному называется крошнюк одной рукой неудобно песочек шлистить с корня надо будя на суп а видно у корня немного они это так точки просто с подосиновика думал червяки начал пилить уже единственное что под осиновика когда берете шляпки вот эти вот видно не видно черные точки такие снизу на шляпке вот так видать на шляпке черные точки это в этих точках мухи лесные яйца залаживает такие желтые маленькие обычно когда готовишь на суп любые крыши что нижняя эту часть где споры при созревании высыпаются вот эту нижнюю часть срезать надо до основания плодового тела трубчатые споры это его срезаешь и там уже гриб где по-любому чистый надо камеру не покажу как это выглядит но в этих точках стопроцентно будут желтые яйца с которых потом сервь выводится но гриб крепкий хороших заберу все лишняя срежется рыба ставится хоть немного для запаха пойдем дальше по этой просеке те года лисички было было сейчас снимать не видно чернисник вот вокруг сегодня у нас воскресенье кажись второе уже 2 июня так что всех с наступившим летом до 2 июня и воскресенье пчелы сделали мне выходные хотя должны быть были 2 рой чтобы отпустили не было не вчера не и вечерком я все таки решил в лес съездить погулять вчера немного с пчелами там возился меда их отбирал не во всех конечно где по запечатывали только так что немного заняты был а сегодня решил раз район нема то совсем гуляне заглядывать так посторожил до 12 до часа и чтоб рой не сбежал да еще надо будет бахваста все-таки перебрать поглядеть там можем от кисти лишнее подсажу отводок подсажу если будут матки лишнего отводок поменяю пусты лес ничего не видно такие места интересные у нас то возле болота получается богор и буквой т подходит еще один богор сюда песчаная такая зона сделал песок песок вроде дожди шли по вымачивала все но таки песок все равно откопал личинку песок таки суховатый снизу то немного есть что-то вроде влаги но все равно сухо так что думаю особо то грибов не будет если не пройдут еще дожди на лев у нас то дома роды по вымачивал а у лесу суха все равно то что этот песок советское время видать лес пилили выводить оставались тропы кругом того муравьи лесные комарки конечно особо присесть не дает то ежевика цвете нас возле деревни большинство по выпалили поджигатели ты матка шмеля полетела так выпалили все кругом ежевика вся погорела по кустах пизжатых пчелам спортили под пальчик еды травы но по лесу нормально ай все не комарики напали так сегодня два рыба уже нашли один целый один выбросили уже проходили иду назад пойду сюда теперь уже москиты кусаться начали за уши надо было наверно немного одеться сухую майку хотя бы комары не гризли за спину то приходится надо гореться хоть лошиные следы вокруг видно лоши ходили то вот сосна побеги свежие на укус такие кисленькие ой отдаюсь полезная штука на витамин c погрызть и сок повысмактывать само глотать не надо это иглица сок высмактывается жмых выплевывается лесные натуральный витамин на том году тут в этих фланцах коррозиновых бегал на гадюку не наступил на тропинке лежала метровая такая красивая ай стропинка прогнал пошел вели видать лесники работали ветки сухие наверное не только ветки сосны мелкие порубили того наш чабор тут расти чабор это по белорусски по русску чабрец запах конечно это голову руку возьмешь как разотреждая запах офигенный таки надо придумать камеру с функцией передачи запаха вот следы жизни лося старые правду выбрался на бугорок много под ноги глядят на на то что уже вечере чем час так гадюки повылазить париться на солнце все только июнь наступил наверно такой рыба особо нема лоси тут водятся это что понял уже с поляны вышли мы советское время тут что-то делали было только кусты вода за кирпичом лосиная какашка и тут можно роги поискать по кустам походить то лоси тут походу это сосну молодую обрезаюсь то что кругом видно походили по молодняку везде поляночка такая куда тут дальше идти можно было ведра с собой не брать я взял ведро защищи литровый как обычно мало ли ну вот видно сколько ходим везде лосиные следы жизнедеятельности по всех этих кустах иногда рога попадаются я то не находил а батька мой находил когда по клюкву ходили у болота так на островах рога попадались правду я находил раз только вместе с черепушкой видать браконьеры застрелили где-то зимой может весной нашел так уже ближе к лету черепушкой два рога по два отростка кажется но красивые такие рельефные были дома в гараже на стену повесил то он немного ходу прибавили комариков поменьше стало а дорожка тут эти раньше ездили сейчас все зарастает вокруг кукушка где-то кукушка где-то комарик пролетел только остановимся сразу комарик иду по низине тут по дороге то что на бугре ничего не будет на бугре сухо сильно чтоб что-то росло то у нас вера тут произрастает вера ландыши папоротник и если типа лесу да не говорит так тишина только птушеки пищат до кукушки москиты за ухо нагрызли да чешется у нас тут через дорогу сосна лежит наверное году 15 назад после грозы мы тут грибы собирали вот эта сосна после грозы лежала грозой сбитая она тогда сырая была еще а это уже 15 год пошло уже трухлявик начало не все так а все равно крепко 15 стабильно прошло уже лет 15 просто что смола одна смолистая а тут уже вот порохлявая такая и мурашки бегают можно тогда взять ножовку да спирить кусочек на лучшину грубку палец подпалив такая сбивая понемногу молниями на деревья подпалив вот все кто-то ездит на мотоцикле след но это в том году наверно может и в этом леснике и травка интересно произрастает вот листики такие длинненькие рогатые у еще таких листов не башу я вот как меч лист лезвие и такие два упора листик растения меч сухое дерево посреди поляне на бугород шку сухая сосна скоро солнце сядет подгорелая сосна но тут не горела ничего вокруг последние года наверное можем молнии бил сухое дерево то кто булина это прикольно и комарики резутся а пойду по тиху машин все наверно метров шестьсот семьсот кустами этим рыба нашли погуляли лисичек не видно можно ехать от растения красивая цветочки вот что за такое кто знает пишите в комментариях что за растение такое вот липкая муравьи такие вот цветочки интересные и листья что за растение я не знаю ну красивая таки и пахнет цветочек аэрости он тут не один из целых четыре стуки и там пару что пришли уже чернишник попадается еще ягоднима в этом году у нас с рыбалкой туго зимой воды мало было и те года мало воды было а сейчас летом развилась наша припять до весеннего уровня и рыба непонятно где все по кустах и особо некогда ехать днем солны роятся вечером надо их в парадах привести властину рамки перебрать откатать но работы хватает так что не получается сейчас а по хожу по лесу солнце еще не села у нас дома червяковики соберу свежую на канал мериоративную до этих карасиков кошки словно хотя пару штучек и вот к веточки похожие на те только белые ну или все другое вот там цветы но цветочки круто забрался выплита незимая по старых дорогах лесных может тут рыбеля найдут далеко туда не пойду только что где надо к машине два километра часать по кругу по этих дорогах пойдем он а промую через бугры а и комарики начинаете кусаться вот это уже знаю что за растение это у нас майник расцвелший притон сорву понюхать уже в стадии такой цветение концу подходит запах не очень чтоб сильный ну есть запах такие интересны майник так бугорошек среди интересные дожди были и сыра сейчас тепло такое и ночью любого особо то и нема один ухо подосина их у нас снимаю я без перерыва так интересный как бы трансляции онлайн залезли в болотом как болото низенько трава тут учитывая растет тоже это мохнатая на болотах она красиво с большими метелками тут больше не болото низи на как стекали сюда вода сверху надо было грунта капануть в этом на лимоны пересаживать тортянистая поверхность на такой зарезаться по глубину гляньте что в этих низинах у меня там лопата в машине так лопатой капануть можно о там тоже низины есть поверхностный торф лесный я отобрал торф таки речный низины наберем лесного там машине железное ядро лежит специально для грунта и лопата так что надо будет копануть это произвести там немного перевалку этих голубика перевалку своих цитрусовых немного я их уже по пересаживаю больше емкости но не все вот голубика тут произрастая будем знать о богульник раз все богульник совсем красивый белые такие метелочки солнце бликует так плохо видно запаху его цветов приятно цветы красиво 1 кветочку с собой захватим раз вырвали но она сама и цветок сам богульником пахнет но больше таким медовым запахом у нас тут от пасеки далековато до болота до такого где богульника много а вот где просто было то там это черника дошло кто-то летает пчел километр полтора дед до леса а именно плантации для богульника вы далековато выходит где-то километров шесть пять даже 7 наверно так что что бьет с богульника взять надо на болото вывозить пчел ну и крушина сейчас по пути начал расцветаться с крушиной взбрать плантации можно было бы заняться у нас в лесу лучше пчел не вставлять то что приедешь там будет пустое место вместе с ульем попрут злодея так что дома пчелы в огороде стоят то под надежной охраны по крайней мере улей хотя на месте останется а у лесу оставлять пчел это подарок злодюгам потихоньку мы почти на машине пришли за эти вот бугром там видно